Всем привет! Вот мы и добрались наконец до флоры и среды обитания мезозойского периода. Итак, в предыдущей серии мы остановились на том, что большинству так называемых травоядных динозавров природа зачем-то приделывала клюв. И если с клювом заураловом мы худо-бедно разобрались, то клювы игуанодонов, цератопсов, стегозавров и других ставят в тупик. Для питания рыбой такие клювы не очень-то и хороши, если честно, а для травы и вовсе невозможны. Возьмем на помощь википедию и посмотрим на уже известную нам классификацию клювов. Тут ясно сказано, что такая форма клюва характерна для хищных птиц и служит для разрывания добычи. Совсем ничего не понятно. Получается травоядные динозавры были хищными? Но это уж совсем никакие ворота не лезет. Ведь бегать они не могли, были медлительные. А на роли падальщиков у нас уже стоит тираннозавр. Кто бы мог подумать, что такой простенький поначалу вопрос заведет нас в какой-то лабиринт. Может тогда посмотрим на их соплеменников, доживших до наших дней? Столь же медлительных и тоже снабженных клювом. Я имею ввиду черепах. Оказывается, они всеядны. Те, кто когда-нибудь держал у себя дома в аквариуме черепах, прекрасно знают, что никакой другой живности вместе с ними сажать нельзя. Сожрут всех. Однажды я оставил в аквариуме на ночь речного рака длиной сантиметров 10 и красноухого черепашонка примерно такого же размера. Я наивно подумал, что ничего страшного не случится и они подружатся. Сейчас. Я мирно лег спать, а к утру не обнаружил в аквариуме не только самого рака, но и даже его остатков. Но значит ли это, что черепахи-хищники? Нет. Они всеядны. И с гораздо большим удовольствием едят клубнику, вишню, яблоки, другие фрукты. Я бы сказал, что всеядными они стали поневоле. Но нет у черепах возможности догнать добычу. Просто нет. И мне снова не дает покоя клюв. Это очень хорошее средство для потрошения, обдирания. Климат мезозойской эры был влажным, теплым и мягким. Животное громадным. Гигантизм был во всем. Были гигантские хищники, гигантские травоядные, гигантские насекомые и, соответственно, гигантские деревья. Думаю, ни для кого, кроме ученых. Это уже давно не секрет. Многие исследователи альтернативной истории уже убедительно доказали наличие остатков не просто гигантских, а титанических деревьев на нашей планете. Но вот дальше в логике исследования у многих начинается странное. Казалось бы, следующий шаг очевиден. У гигантских деревьев должны быть гигантские плоды. Однако кто-то просто останавливается. Кто-то начинает делать какие-то странные выводы, утверждая, что раньше наша планета была меньше, и поэтому гравитация была выше. Кто-то, видя прямо перед носом шумерские барельефы с гениями, собирающими гигантские шишки, начинает утверждать, что эти шишки отражают аллегорическое значение шишковидной железы в мозге человека. Даже спорить с этим бредом сложно. Казалось бы, любой грамотный человек знает, что шишковидной эта железа называется только в русском языке, так же, как и шишки шишками. Но нет. Находится горе громотеи. Стыдно за таких исследователей. Но то такое. Идем дальше. Огромные животные могли существовать только в более плотной атмосфере. Это и сейчас так. Самые огромные существа, синие киты, до сих пор могут существовать лишь в воде, потому что она намного плотнее воздуха. А на суше, в современных условиях, наиболее комфортно чувствуют себя лишь небольшие существа. Думаю, вывод очевиден. Атмосфера раньше была гораздо плотнее. И анализ воздуха из пузырьков в янтаре подтверждает, да, атмосфера была плотнее. Но вот насколько. Плотность воды составляет примерно тысячу килограмм на кубометр. И при такой плотности мы можем свободно плавать в ней. Ну, летать. А плотность атмосферы сильно зависит от температуры. В среднем она составляет 1,2 килограмм на кубометр. При температуре плюс 20 градусов. То есть в 833 раза меньше плотности воды. Плотность атмосферы, как ни странно, повышается при понижении температуры. То есть при температуре минус 25 плотность атмосферы составляет уже 1,42 килограмма на кубометр. То есть уже в 705 раз меньше, чем вода. Существенная разница. Значит, при нагревании давление уменьшается. А при охлаждении повышается. Парадокс? Нет. Атмосфера является газом. Поэтому она набирает плотность, приближаясь к жидкому состоянию. То есть охлаждаясь. А вода, наоборот, жидкая. И она теряет плотность при приближении к газообразному состоянию. То есть нагреваясь. Парадокс состоит как раз в том, что мы точно знаем, что было тепло. И давление при этом было больше. Как же повысить давление, одновременно повысив температуру? А еще, в древней атмосфере якобы было больше кислорода. Стоп. Больше кислорода? Сейчас в атмосфере почти 21% кислорода. Но если его набыли больше, то начнется гигантизм. С этим согласны многие. И ученые, и независимые исследователи. Но почему-то все при этом забывают, что как только количество кислорода в атмосфере достигнет 27-30%, то есть чуть-чуть больше, чем сейчас, она попросту загорится. Значит, было еще что-то, что мешало свободному горению атмосферы. Лично я считаю, что это было повышенное содержание водяных паров. Объяснить этот парадокс по-другому мне трудно. Атмосфера была плотная и очень влажная. Осмелюсь предположить, что ресурсы планеты ограничены. И если что-то куда-то тратится, значит, оно где-то исчезает. Это я к чему? К тому, что для поддержания большого давления и влажности атмосфера была насыщена миллионами, а может быть и миллиардами тонн воды. Откуда она бралась-то? А из мирового океана больше неоткуда. Значит, уровень мирового океана был ниже современного. Сильно ниже или не сильно, это не тема данного ролика. Главное, в другом. И вот, однажды моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я зашел на канал Елены Тапсиды и не поверил своим глазам. Она нашла то, что искали все альтернативщики и палеонтологи. То, о чем, собственно, молчат палеонтологи, она нашла гигантские шишки тех самых деревьев. Ссылку на два ее видео, посвященных этим шишкам, я укажу в описании к видео, а также в подсказке. Обязательно посмотрите их. Я безумно благодарен ей за эту находку. Но мы пойдем дальше и разберем эти находки как можно тщательнее. Елена совершенно справедливо догадалась, что перед ней не просто камни, а те самые плоды гигантских деревьев. Но в какой-то момент и до нее добралась догма классического образования. А именно, согласно современным представлениям, в мезозоре на Земле процветали голосеменные растения. Классический образец которых хвойное. А еще вавилонские барельефы, изображающие крылатых гениев, собирающих нечто похожее на шишки. А еще классические образцы античной скульптуры, также изображающие шишки. А также шишки, отлитые из железа на торцах древних пушек. Все это сыграло дурную шутку и не позволило увидеть очевидного. Это не шишки. Это типичные покрытосеменные растения. Грубо говоря, фрукты-ягоды. Например, некоторые из найденных образцов можно смело отнести к цитрусовым. И так пришла наконец пора объяснить, зачем травоядных ящеров природа снабдила именно клювом. Есть на земле сейчас один фрукт, который любим практически всеми живыми существами. Насекомые его обожают. Люди едят без остановки и считают прекрасным деликатесом. От поедания этого фрукта не откажутся даже хищники. Это всем известный арбуз. Ну и другие бахчевые. Но есть одно но. Дело в том, что кожура у него настолько твердая, что прокусить ее не под силу даже хищникам. Не только из-за твердости кожуры, но еще и из-за формы. Пасть не раскроется так широко, чтобы прокусить. Вот и получается, что арбуз любят абсолютно все, но в природе у него нет существ, которые способны его раскусить. Вот и говорят ботаники, что дикий арбуз такой круглый, плотный, чтобы катиться свободно по пустыне и в какой-то момент ударившись о скалу рассыпать свои семечки по песку пустыни. Вы в это верите? Лично мне это кажется бредом. А природа, как я уже говорил, гениальна и ничего не делает просто так. Но так может быть, есть в природе кто-то питающийся арбузом? Есть. Это птицы. Только они своим клювом способны пробить дыру в толстой кожуре арбуза и открыть таким образом доступ к сладкой мякоти всем остальным существам. По сей день арбуз считается чуть ли не самым огромным фруктом. Стоп. Не фруктом. Ягодой. Так вот. Как мы уже знаем, благодаря более плотной атмосфере в Мезозое был сильно развит гигантизм. И деревья также были гигантские. А на них, естественно, гигантские плоды. Но законы физики никто не отменял. Огромная масса ягоды должна была чем-то сдерживаться от разрушения. И эту функцию выполняла толстая броня кожуры. И содрать эту кожуру можно было лишь двумя способами. Либо дождаться, когда оно упадет и расколется. Вспоминаем диплодоков, питающийся какой-то нежной кашицей. Либо пробить клювом. Вот для этого у большинства травоядных Мезозоя и был клюв. Кстати, вспомните и гуанодона из прошлой серии с его большим костяным пальцем. Представьте себе, как удобно в таких лапах держать круглый шар ягоды, а пальцем как открывалкой вскрывать кожуру. Конечно же, я говорю про арбуз в самом общем представлении. Под арбузами и прочими ягодами я подразумеваю и дынь, и тыквы, и плоды дуриана, и возможно неизвестные нам виды вымерших допотопных деревьев. А ученые продолжают нам тупо утверждать, что в теплом, влажном Мезозое были только холодолюбивые хвойные, а теплолюбивые покрытосеменные появились только сейчас, когда стало холоднее. Ага, сейчас. А теперь вот посмотрите на это. Я не буду долго рассказывать о том, как я прав. Уверен, что все мои зрители люди думающие. Расскажу лишь еще два интересных нюанса. Первое. Ввиду только что сказанного я считаю, что все каменные шары от якутских берегов до бразильских джунглей, все они не творения развитых цивилизаций, не каменные ядра пушек, а тупо окаменевшие ягоды. И второе. А как же шишки? Их что, не было? Были. Я не могу уложить всю информацию в один ролик. Шишки это отдельная, очень отдельная тема. Их еще предстоит найти. Про шишки я сниму отдельный ролик и гарантирую. То, что я про них расскажу, вызовет реальный шок. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневные комментарии свои. и без запинок. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok